Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная волна на частоте 14.30 м 99.1 фм На нашем веб-сайте RadioNVC.com Ну и конечно же на нашем ютуб канале А с вами в студии Сергей Зацепин Анатолий Червец Здравствуйте, дорогие друзья Привет, привет, давно не видел Да, и кстати должен сделать тебе комплимент Честно Вот если бы наши радиослушатели тебя увидели Так, как говорится, в живой рост Стучу по голове, чтобы не сглазить Но я не глажу Дорогие друзья, вы видели Сегодня Сергей Зацепин Вообще, человек похудел Помолодел Причесался Голову помыл, причесался Это вообще так Спасибо, Анатолий Если бы тебя не было Юлия, я бы тебя влюбился Честно Так что Это он шутит Сегодня же день дурака Первый апреля Не, ну это как раз шутка Это полный серьез Потому что действительно молодец Спасибо, что немножко развел Потому что, как бы, ситуация довольно сложная И в мире, и в стране И с этим коронавирусом И с экономикой Вообще, порой Начинаешь как-то так С грустью задумываться о будущем Как же оно будет Каково оно будет И начинаешь Оприщить прошлое Да, абсолютно Потому что оно было Оказывается, по сравнению с Бубликовым Оно было совсем неплохим Так что Значит В Вашингтон-пост вышла статья Которая С заголовком звучит примерно так Если я не ошибаюсь Так, сейчас я найду это Давайте не лгать Импичмент Повредил реакции Трампа на коронавирус Что вызвало? Если почитать комментарии Ну, Левачо просто Так сказать Взрыв мозга произошел Как это так? Вашингтон-пост Вашингтон-пост Такая статья И так далее Давай вкратце Совсем недавно В январе В начале февраля Мы только и говорили Что об импичменте В то время Как Китай Закрывал города В результате Белый дом был сосредоточен На собственном выживании А не на подготовке К угрозе из Китая Которая могла материализоваться А могла и не Борьба Трампа По подготовке страны К пандемии Была несовершенна Но главное решение Принятое им В этот период Прекращение авиасообщений С Китаем Было подвергнуто Жесткой критике Я, кстати, на сайт На свою страничку Фейбук Поставил компиляцию Начиная с этого Ушлепка Недлера Как он на слушании Заявил по этому поводу И так Истерическая ксенофобия Эмоции достигли Накала Благодаря импичменту Учитывая, что Учитывая то, что Импичеры Каждый день Называли Трампа Королем Или диктатором Более жесткая реакция На вирус в январе В феврале Могла сыграть Против Трампа То есть Они же его все время Обвиняли В авторитаризме Если бы Трамп Принял какие-то Более жесткие меры Конечно бы Это все присовокупили К этой К этому Балагану К этой К шараде Итак Представьте Что было бы Если бы демократы Добили своего И репсы Имеется ввиду Республиканцы бы Согласились вызвать Свидетелей Весь февраль Сенат бы Опрашивал свидетелей И сидел в судах Чтобы заставить Некоторых из них Давать показания К концу февраля Они бы точно Не управились А рынки Рухнули 24 февраля Когда стало ясно Что Европе И США Не избежать пандемии Что бы сделали Демократы В конгрессе На время Оставили бы Свою борьбу За импичмент Или наоборот Усилили бы ее Если бы Трамп Действовал решительно В феврале Его бы неизбежно Обвинили В симуляции Кризиса Чтобы отвлечь Народ от импичмента Теперь его обвиняют В том что он Этого не сделал Безвыигрышная ситуация Мы находимся В кризисе Который требует Национального единства Но как народ Мы разделены Этого можно было Избежать Это действительно так До февраля Я не помню точно Какого числа До 5 февраля Ну короче Вы помните В феврале месяце Нэнси Пелоси Под фанфары Раздавала Этим ушлепкам Авторучки С автографом Об импичменте В то время как В январе Ну мне там Поправляют Я говорю что В конце января А мне говорят Нет 1 марта Нет 1 февраля То есть Я сказал Написал там Что 31 января Трамп объявил О закрытии Границ Китая Ну в смысле Об отмене Меня поправляют На один день Но это не меняет Сути То есть Трамп предпринял Насколько это было возможно В той ситуации Безумие когда Демократы Только темы занимались Что Пытались Так сказать Объявить импичмент И тем не менее Трамп принял решение Закрыл что Надо отдать Отдать должное Надо так сказать По справедливости Сказать что Еще Избежали Прибытия Нескольких тысяч Десятков тысяч А может сотен тысяч Китайцев Которые бы привезли Сюда Еще этой заразы Ты понимаешь Сереж Самое интересное Что делать Даже На этой стадии Дело даже Не в том Было бы Сотни тысяч Или Десятки тысяч Дело в том Что Хватило бы Четырех китайцев Которые несут Коронавирус Для того Чтобы Абсолютно То же самое Сейчас произошло Потому что Мы сейчас Уже заражаемся Не от китайцев Мы заражаемся От своего Дебилизма От своей Как говорится Глупости Беспечности Беспечности От своей Вот это Желание Быть Свободным Американцем Никто Мне не будет Указывать Что и как Мне делать Ну вот Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Проблема Здесь еще Была в том Что Китайское правительство Врало В наглую Врало И поэтому Было очень трудно Составить Как бы Правильное Определение Что же происходит На самом деле И что Можно ожидать Поэтому Это тоже Такой серьезный Фактор Больше того Когда он закрыл Первый раз Наш президент Границы Как его обвиняли В ксенофобии Расизме И во всем Прочем Те же самые люди Которые сейчас Его обвиняют Что он Не вовремя Так сказать Среагировал Поэтому Этим мерзавцам Подлецам Падать уже некуда Они уже на таком Дне Спасибо Абсолютно Право К сожалению Не только Китайское правительство Скрывало Истинное положение Вещей Но и Всемирная организация Здравоохранения Которая была Которая наверняка Куплена С потрохами Китайцами И бывший министр Там Откуда он Из Кении Кении Да Который возглавляет Эту организацию Я смотрел В этом видео Кстати Тоже Где он Говорит о том Что Китай Это все здорово Они Не эталон борьбы А на самом деле Китай скрывал Милостяное положение Вещей Вчера Карлсон Такер По-моему Вчера В программе Говорил о том Что мы так До конца Не знаем Если Если это было Заражение От летучей мыши Которую купили И съели На этом рынке То почему Они открыли Этот рынок Вновь А вообще Есть какие-то Документы Какие-то выступления Какие-то статьи Письма Говорящие о том Что вокруг Этого места В Хуане Находятся два института Один институт Вирусологии И другой Какой-то Подобные институты Что Те и другие Работали Над вирусом Хоршуба То есть Вот эта летучая Мышь Которая называется Хоршуба Ты понимаешь Опять же Кого бы То есть Все зависит От того Кого ты слушаешь Значит Если ты слушаешь Даже многие наши Ученые Говорят Что нет Ну Мы посмотрели Мы Открыли Этот геном Вируса И в принципе Понятно Что этот вирус Не мог быть создан В лабораторных условиях Это говорят Одни наши ученые Другие наши ученые Говорят Нет Ну В принципе Как он мог быть создан Но может быть Другая модификация То есть Сейчас Сегодня Пиарятся Все Кому не лень Абсолютно Поэтому Я не знаю Узнаем ли мы Когда-либо Правду Но Во всяком случае Сегодня говорить Но Однозначно То что Когда уже В Китае Было известно Что вирус Передается От человека К человеку Это скрывалось Конечно И в эту же дуду Пела Всемирная организация Здравоохранения Ну а наши Сейчас Вот Новотрамп И демократы Вот Трамп Мол дескать Не сработал Да Слушай вас Не прислушивался Не прислушивается К специалистам А уж Каких еще Специалистов Как глава Всемирной организации Здравоохранения Которые У нас же Есть Специалисты Которые Там С высшим Катоническим И юридическим Добрый день Пожалуйста В эфир Добрый день Добрый Говорите Пожалуйста Как Как Китай Переносит Там Народов Столько И жить Уже Негде И там Стариков Навалом Которые В принципе Это Просто Баласт Отработанный Материал И мы Тоже К этому Подходим Мне Там 60 Кому То 65 Мы Близко Подходим Тоже Скоро Будем Тоже Само Когда Нашей Стране Как Якобы Говорят Что Пенсии Не будут Получать Через 20 лет Это Очень Неудобно Раз Вирус Убивает Пожилых Людей В основном А Вот Пожилых Людей Ну так Мы Потеряем Свою Пожилых Спасибо Большое На самом деле Вы не Совсем Правы Потому Что Как Выясняется Вирус Косит Не только Пожилых Людей Молодых Да Я Сегодня Разговаривал С своим Приезд Другом С товарищем Который Живет Сибири И он Как раз Мне сказал Что наоборот У них Как раз Там Люди До 45 Те Которые Уже Умерли От Этого Вируса Это Люди До 45 Добрый 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 Здравствуйте Спасибо За передачу Вы знаете А сегодня Я слышала Раш Лэмбо Есть такой Да Вы все знаете И он Он говорил Что вот Это Генеральный Это Женщина Я забыла Как ее Звать Вчера Да Он говорит Она хотела Сказать Что-то Позитивное И она Говорит Что просто Ей не дали Она Какие-то Имеет Позитивные Такие Вот эти С графиками И со всеми Позитивной Информации Но ей не дали Потому что Он говорит Что им надо Это Вот делать Вот этот Хаос И еще Все 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 Еще Больше Еще Растет И больше Это Мне кажется Что это Вообще Какая-то Пропаганда Я конечно Не очень в политике Но что-то тут Не то Тут очень много И что не то Спасибо большое Вот как раз Подтверждение Ваших слов CBS Делала Репортаж 25 марта О том Кошмаре Который Происходит В Нью-Йоркском Госпитале И показали Действительно Картину Такую Ужасающую Люди Там В коридорах Лежат А потом Выяснилось Что это Тоже самое В видео Которое Sky News Транслировала 22 марта Другими словами Фейк 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 Абсолютно То есть Взяли Видеоряд Из Репортажа Sky News Из Италии Они снимали Это в Италии Это то что Происходило В итальянском Госпитале В своем Репортаже Использовали Это в видео И рассказывали О том Как дела Обстоят В Нью-Йорке Вот таким образом Создается Паника Создается Истерия Такая Просто По-настоящему Лгут Лгут По тупости По бестолковости Я не верю Что это Тупость И Со злым умыслом Агента Сто процентов То есть Программа Или Со злым умыслом И вот Ты вчера Слушал Пресс-конференцию Да Удалось Послушать Всю Полностью Практически Всю Вот Я вчера Ее прослушал От и до И Ты знаешь Я То есть Естественно Вчера Я не мог Слышать Раша Лэмбо Поэтому Пришлось Анализировать Самому Что там Происходило И я Сам себе Сказал Слушай Наконец-то Кажется Мы сдвинулись Вот с этой Идиотской Точки Где Начинают Уже Говорить По делу И Тот же Джим Акаста И Другие Эти Журналисты Уже Задавали Какие-то Вопросы По делу То что Действительно Интересует И мне даже Как-то Вот стало Легче На душе Думаю Ну наконец-то Все прыгнули Как говорится В одну тележку Да Сегодня утром Я слушал тоже Раш Лэмбо Лучше бы я его Не слушал Честно Почему Не потому Не потому что Он сказал Что-то Неправильно Наоборот Он мне Рассказал То Чего я Не увидел Как говорится Потом Потому что Оказывается Вот тот Джим Акаста Которого Наш президент В принципе Он его Трамп Ненавидит Акаста Он его Действительно Ненавидит Он его Не считает Честным Порядочным Журналистом И так далее Тем не менее Он его вчера Как бы Ну Скажем так К нему Отнесся По-человечески Отвечал На его вопросы Он не назывался CNN Fake News И так далее Точка Теперь Оказывается Что после Вот этой Пресс-конференции Джим Акаста Идет На Эндерсон Купер 360 И Полностью Переворачивает Все С ног На голову Утверждая То Что Трамп Как-то Выглядел Уже Не тем Трампом Он Как-то Выглядел Испуганным Перепуганным Подавленным Ты понимаешь То есть Вот тебе Ты говоришь Fake News Вот оно Без пинделей Как без хлеба Знаешь Не получил И все Его сразу Насторожило Ты понимаешь И тут же Начали Муссировать Все И MSNBC И все Вот эти Даже CNBC Начали Муссировать То Что Да Трамп Вот Последнее Время Очень Многие Заметили Что Трамп Как-то Выглядит Испуганным Подавленным Абсолютно Расстроенным Он Наверное Знает Намного Больше Чем он Нам Рассказывает И в принципе Уже Не тот Трамп То есть Акела Промахнулся Помнишь Была такая Детская Сказка Вот тебе Пожалуйста Вот тебе Fake news О чем мы Говорим Зато На CNN Вытащил Болдуин Нет Кто-то Не Болдуин Вытащил Маразматика Джо Который Сидит В подвале У себя Дома Из подвала Вещает Там И вот Она Вытащила Он Настолько Реламонт Ну Ну Абсолютно И Говорил Какую-то Хрень Ну Конечно Попытался Плюнуть В сторону Укусить Трампа За пятку Там Попытался Ну Так Для чего Это было Такое Жалкое Зрелище Потому что Он Опять же Он вообще пропал Его нету Надо же куда-то Его как-то Показать Как-то там Советники Жигают Слышь Джод Ты вообще Покажи Что ты живой Думаешь Что ты уже Все Ластык А тут И он вышел И вот Я так Смотри Думаю Наши друзья С высшим Образованием Рассуждают Что они Голосуют Не за партию Не за Принадлежность Не по Партийной Принадлежности А за человека За его Конкретные Так сказать Дела Вот у нас Два Кандидата Будет Джо Если Доживет Дай бог Ему Здоровье И Трамп И вот Перед кем Человек Наш оппонент Выпендривается Вот Будет Вот Тебе Два Кандидата Кого Кого Ты Будешь Дану Заметил Это Это Система Демократов Посмотри Кого Они Вытащили А как Оказалось После всех Дел В лице Малера Абсолютно Какого-то Это На слушаниях Показалось Раскрылось Во всей Так сказать Своей красе Человек Который Не понимает Вопросы Которые Ему Задают Ну Ну Понятно Давай Попробуем Принять Звонки Добрый Добрый День Слушаем Здравствуйте Я сегодня Получила Эмейл Значит Из Вашингтона Так сказать И Там было Сказано Что Средства Левые Средства Массовой Информации Сообщили Белому Дому Что они Получили 100 Тысяч Звонков Писем И так Далее И С требованием Прекратить Показывать Вот эти Вот Бритинги Нашего Президента Потому Что Наш Президент По их Меню Говорит Неправду И Ну Там Соответственно Это надо было Мне Абсолютно Право Действительно Такое Есть Они Обсуждают На телеканалах Что Следует Сделать Как бы Вырезки Вот там Где он Говорит Правду Мы Показывать Будем И Комментировать Будем А там Где он Говорит Неправду Мы Вот Это Будем Вырезать Другими Словами Для Вагиноголовых Будут Специально Такое Делать Повторяем Для Специальную Такую Выборку Какое Нибудь Слово Произнесенное Не очень Правильно Вот Это Они Покажут И Будут Обсуждать Это А Общую Картину То Что Мы Будем Делать С Ком Выдернуть Из Контекста Что Нибудь И Показать В целях Пропаганды Анти Трамп Это Они Готовы Делать Они Они Вслух Об Этим Говорят Правда Они Это Прикрывают Тем Что Трамп Говорит Неправду Мы Хотели Бо Народ Оградить От Неправды Вот Они Говорят Они Нам Три Года Рассказывали Три Года Рассказывали Что Трамп Является Агентом Кремля Три Года Все Эти Проститутки На MSNBC На CNN NBC Все До Одного Рассказывали Три Года Что Трамп Является Агентом Кремля А вот Еще Этот Штымк Если Вы Помните Pencil Neck Адам Шиф Который Заявлял Каждый День Выскакивал На Телеэкран И Говорил Что У Нас Есть Неопровержимые Доказательства Но Если Не Завтра Мы Предъявим И Сейчас Он Опять Готовится Создать Комиссию По Расследованию Он Называет Это Все Экономист С Юридическим Образованием Кинулся Его Защищать Что Дескать Он Хочет Разобраться В том Как Все Было Чтобы Будущем Этого Избежать Вот Этой Ситуации С Коронавирусом А Как Это Бред Вот Скажи Мне Человек С Высшим Образованием С Юридическим Экономическим Еще В Англии Как Он Может Избежать Вот Эту Ситуацию Завтра Не Дай Бог Будет Не Коронавирус Подожди А уже Будет Корововирус К весне Косни Обещают Второе Может Быть Он Мутирует К тому Вреду Это Понятно Что Этого Не Избежать То Есть Вспышки Не Избежать Другое Дело Что Если Скажем Я Не Знаю Мэр Нью-Йорка Сократил Там 20 тысяч Коек В госпитале И Сейчас Оказали В Дерьмовом Положении Наш Парень С Высшим Образованием А что Об этом Говорить Ну Оттого Что Один Неправильно Сделал Оправдываем Другого Так Вот Шиф На этом Не Успокоится Он Собирает Эту Комиссию И Только Наивный Юрист С Экономическим Образованием Полагает Что Шиф Будет Заниматься Действительно Проблемами Связанными С Борьбой С Вот Вот Просто Ему Это Покоя Не Дает Добрый Добрый День Будьте Любезны У меня У меня Вопрос Есть Я Как-то Никак Не Могу Понять Вы Упомянули В передаче Что Трамп Агент Кремля Ну Я Конечно В кавычки Это Беру А Вот В России По Российскому Телевидению Упорно Говорят Что Трамп Позвонил Путину С Просьбой О Помощи Вопрос Только Куда Он Его Послал Можно Узнать Потому Что До Америки Он Не Долетел Не 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 Самолет Из Китая Из России Тоже Какую Посылку Послали Я Не Знаю Я Не Могу Говорить О том Что В этой Посылке Но Трамп Сказал О том Что Путин Послал Я Не Думаю Что Трамп Звонил Путину С Просьбой Помочь Это В принципе Такое же Типа Как Путин Принял Решение Помочь Итальянцам Справиться С этим Вирусом При том Что Его Никто Не Просил Но Он Туда Якобы Заслал Какое-то Количество Вентиляторов Которые Не Работают То есть Абсолютно Юслость Ну Так По Английски Или Бесполезные И Наслал Туда Какое-то Количество Военного Контингента То есть Вот Это Все Нам тут Говорили о том Что А вот Вы Говорите Что мы Здесь Такие Прогрессивные А вот Италия Попросила Помощи У Путина А не У нас Ну Я не знаю Насколько Верить Публикациям Которые В соцсетях Но там Якобы Итальянцы Сетуют Что 80% Этой помощи Никуда Не годится Не знаю Значит Еще Трамп Сейчас ведет Переговоры С Саудовской Аравии И С Россией Потому что Ситуация На нефтяном рынке Просто Катастрофическая Нефть Стоит Три копейки Что на самом деле Может Убить Нашу Нефтяную Нефтедобывающую Промышленность Отрасль Потому что Ну Сейчас Правда Предпринимаются Меры Очевидно Будет Поддержка Какая Это Будет Помогать Ну Ты Баешь Вот Я тебе Скажу Я Честно На эту Тему Думал Я Не знаю Какой Процент Нашей Добываемой Нефти Поступает На Рынок На Общий Но По крайней мере То Что Мы Обеспечиваем Сами Себя Этой Нефтью Я Не думаю Что У нас Такая Большая Катастрофа Нет Россия Борется За продажи Мы Понимаешь Когда Цена Нефти 20 Долларов А Добыча 40 Долларов Или 30 Долларов То Это Проблема Потому что Для тех Кто Эту Нефть Добывает Чтобы Продать Совершенно Верно Вопрос Какая Часть Нашей Нефти Добываем Толик Нефти Те Кто Добывают Эту Нефть Они Продают А потом Те Перерабатывают И продают Бензин Керосин И так далее Это все Цепочка Такая И там Добавляется Цена И так далее Не могут Они Добывать Нефть Они же Ниже Собестоимости Я понимаю То есть Они должны Заплатить За баррель 40 долларов Скажем так Чтобы Добыть Эту Баррель Нефти А Продать Они ее Могут За 20 Вот Это Проблема То есть Низкая Ниже Определенного Уровня Это Серьезная Проблема Ну вот Мне бы Было Интересно Так вот Сейчас Трамп Ведет Переговоры С Путиным И с Принцем Саудовцем Потому что Это Из-за Их Косяков Все это Рухнуло Вниз Но После Переговоров Нефть Пошла Вверх Аж На 88 Центов И Дошла До Цены 20 Долларов 88 Центов Давайте Давайте Мы Сделаем Небольшой Перерыв Переведем Дух Потом Вернемся Продолжим Ну что Возвращаемся Примем Звонки Давай Попробуем Добрый День Да Да Говорить Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Я хочу Сказать Несколько Вещей Одно Значит Один Вопрос Риторический Мой Вопрос Демократом И умником Всяким Кто Может Опять Вот этот Сизифов Труд Сделать Скатить Вот этот Камень Экономики Безработицы Прекрасные И все Прочее Лучше Чем Трамп Я уж Не говорю О Байдене И даже 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 Кома Предположим Никто Кроме Трампа Не может Это сделать Лучше И эффективнее Это непонятно Только Ну идиотом Окей Это риторическое Такое Замечание А что я хотела сказать Вчера К моему Удивлению На Наксоновской Передаче На Дэвидсон Радио Демагога Наксона Выступал Человек Который Рассказал О том Какова Реальная Карта Заболеваний Нью-Йорка И вот Что он Сказал Значит Первое Место Ну как бы Три самых Ну самых Плохих Места С большим Количеством Заболеваний И прочее Значит Это Бруклин Потому что Там страшно Много Ну есть Такие Дешевые Ну не дешевые Не знаю Однобедренные Квартиры Которые Заполнены Нелегалами Я вам Так и Сказал Нелегалами Вот И там По 20 Человек И живет И они Забили Вот эти Все Кого я сейчас Буду Перечислять Триерии В Нью-Йорке Они забили Очень много Места В больницах Энердженси И прочее Потому что Их поступает Как бы Вот Как бы 20 человек С одним адресом Понимаете Это понятно Что это Нелегалы Которые там Как бочки И не то Что руки Лишний раз Помыть У них очередь В туалет Это раз Первое Второе Боро парк Где значит Ну Еврейские Да Еврейские Общины У них Очень много Детей Дети Все гуляют Друг с другом На улице Все друг друга Перезаражали Семьи Огромные Дети Принесли Это и взрослым И так далее Значит Вот они Тоже Это группа И третье Он назвал Квинс Да Тоже Там тоже Очень много Вот таких Квартир Которые Снимают Испаноязычные Там Не знаю Нелегалы Или Может быть Временные Рабочие Я не знаю Что-то в этом роде Понимаете Вот это Очень показательная Картина И я хочу Сказать Что Что Вот этот Месяц Обрушил Массу Мифов Совершенно Мифов Мифов О потеплении О климатических Изменениях Второе Он разрушил Вот эти все Идеи Как замечательно Глобализация И прочее То есть Он обрушил Многие Наши мифы И мифы Наших Так сказать Ну Недругов Скажем Там Демократов Или там Либералов В кавычках В кавычках Я либерал Я считаю Нас всех Вот с вами Либералов Вот это Я хотела сказать Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо Ну на самом деле Не мудрено Что там где Такое количество Нелегалов Живёт С такой скученности Вообще Нью-Йорк сам по себе Скученый очень город Я помню Когда мы жили Там в билдинге В Бруклине Там Наш дом Стоит И как-то окно Вот Друг другу В окно Скученный город Поэтому конечно Там всё довольно сложно Причём Учесть Если учесть Что сократили количество Коих в госпиталях И как бы О другом Забота Они же ведь хотели Быть такими Добродушными Радушными Принимать всех Как можно больше Независимо от статуса Так сказать От места проживания От места рождения Такие очень Сердобольные Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Уважаемый Анатолий И уважаемый Сергей Это Марк Здравствуйте Марк Здравствуйте Можно вам Звать вопрос Если Если Прима Позволит Давай Попробуем Анатолий Вы Расслышали Про Вот этого Доктора Зеленка Из Нью-Йорка Который Который Тритает Этим Средством Против Малярии Да Да Вот И Значит Было сказано Что У него есть Какие-то Положительные Результаты Хотя Непонятно Как он Или Этих Пациентов Которые Тритал Или Не Прошли Тест На Коронавирус Вот И После этого Я слышал Комментарии От Клома Он Сказал Что Он Не Даст Разрешение Пользовать Этот Метод Как Вообще Такое Может Быть Это Может Быть Почему Потому Что Опять же Каждый Штат Если Он Не Претит Конституции Соединенных Штатов Имеет Право Принимать Решение Для Себя Поэтому Другой Разговор Правильно Это Или Нет Это Уже Второй Вариант А Вот Как Он Может Да Он Имеет На Это Право Каждый Штат Может Решать Путь Тритмента Чисто По Своему Желанию Дело Не В желании Смотри Марк Я Просто Так Быстренько Вкратце Объясню У нас Есть Конституция Которая Распространяется На все Штаты Как Грица Все Вместе Да Но Вот Те Правила Которые Не Прописаны Конституцией Штаты Имеют Право Принимать Законы В том Случае Если Конституция Этого Не Запрещает Поэтому Так же И Нью-Йорк Точно так же И Калифорния Любой Губернатор Штата Если Это Не Запрещено Или Не Прописано В Конституции Они Имеют Право Принять Такой Закон Но Только Для Своего Штата Поэтому В Нью-Йорке Кома Имеет На Это Право Я Еще Такой Момент Израиль Послал Очень Много Этих Медикаментов Вязанных Смольрией В миллионах Количествах Сюда Шесть Миллионов Таблеток Да Шесть Миллионов Таблеток Так Вот Это Таких Хоть Какая-то Попытка Реальной Помощи По сравнению С тем Что Самолет Путина Ну да Конечно Конечно Абсолютно Но Ты знаешь Марк Единственная Проблема Которая Меня Немножко Так Мули Это Тот Факт Что Да Очень Многие Люди Работают Над Разработками Вакцины Вопрос У меня В чем Они Работают И Об этом Никто В своем направлении Или Они Пользуются Одной И той Же Базой И Пытаются Из этой Базы Что-то Придумать Потому что Если они Каждый Работает В своем Направлении Ну Это Типа Однажды Лебедь Рак И щука Вот так Это Мои Нужно Работать В разных Направлениях Может У кого-то Будет Хоть Какой-то Результат Будем Надеяться Будем Надеяться А по поводу Еще Маленьких Два Говорили Не пару минут Назад С Сергеем Мы Это вот Мы можем Делать Нефть Для себя Производить Но где Ее хранить Вот это Очень большая Проблема Потому что Место Для хранения Оно Не безграничное Ну да Резервуары Это Очень Существовый Момент И еще Один момент Если Можно По поводу Тому Что Вы говорили С Алексеем Орловым Вашей Дискуссии Вот По поводу Боли в душе За Акасио Кортес И всей этой Банды Вот Ну Вы поняли За что Прошу Да Это Что Было В предыдущей Передаче Да Вот Вы сказали Что душа Болит И это Вот И может Быть Социалист А Алексей Сказал Это все равно Америка Так вот Я полностью Поддерживаю Вашу сторону Спасибо Почему Потому что Это угроза От социализма Очень Очень существенно Без злого умысла Перезвоните Пожалуйста 847-400-5200 От нашей спецслужбы Наша разведка Сообщает Что китайцы Скрывают Истинные данные О том Что у них все таки Продолжается Эпидемия Добрый день Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Это еще раз я И вот сейчас Мужчина Вот говорил За социализм И это все Это тоже Я слышала Сегодня Что вот CDC Они не разрешали Никому Ничего делать Никакие таблетки Ничего Вот Эти Прайвот Компании Они ждали Они А они Не разрешали И они Протянули Одну Неделю Потому что Это все Правительство А прайвот Они не хотели Вот вам Пожалуйста Тоже Не дай бог Не дай бог Захватят Конечно Спасибо большое Вот это вам Яркий пример Тому Как правительство Может управлять Здравоохранением Это только Одна контора Которая Затормозила Все разведки Во первых Производство Этих тестов Вторых Лекарств Третьих Оборудование Винтиляторов Полностью Даже маски Для того Чтобы получить Разрешение На производство Масок Занимает От 45 До 90 Дней Вот это Бюрократия И вот Представьте себе Что Ваша судьба Ваше здоровье Будет зависеть От какого-то Количества Каких-то Безумных Бюрократов Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Уважаемый Анатолий Вы знаете В ваших Спорах Орлов Я Чаще всего Как бы Поддерживаю Его сторону Сегодня Я полностью На вашей стороне Спасибо Вы абсолютно Правы И у нас Абсолютно Исключительная Ситуация Которая Никогда Не было Никогда Не было Такого Что по Приказу Правительства Останавливался Бизнес Во всей Стране Не было Такого Не было И поэтому Я надеюсь Конечно Что к ноябрю Это все Образуется И все Заработает Но Если так Оно будет Продолжаться Как сейчас То нужно Переносить Выборы Это Одно мнение А вот еще У меня такой вопрос Как вы думаете Почему Не Применяется У нас Вот это Лечение При помощи Плазмы Ну Когда Это Китайцы Применяли Это Называлось Сыворотка Это Ну Как бы Отделяются Красные Тельца И Антитела Вместе С этой Сывороткой Возятся Больным Вирусом Вот Почему У нас Это Совершенно Как-то Тихо Абсолютно Как будто Бо этого Метода Не существует А говорят Это Очень Очень Эффективный Способ Лечения Да Но тут Проблема Вы же Знаете Для того Чтобы Применять Этот Способ Его Невозможно Применять Огульно Это Нужно Тестировать Людей Которые Должны Получить Эту Плазму Нужно Удостовериться В совместимости Или Не В совместимости Потому Что Отторжение Результат Отторжения Может быть Намного Печальнее Чем Вообще Ее Туда Не Вводить Вот Поэтому Мы Очень Осторожничаем С этим Речь Идет О том Что Человек Который Был Заражен Вирусом Инфекции Выздоровел У него Антитела Появились Образовались То есть Иммунитет И Есть такой Метод Нет Метод Есть Вопрос Или Добрый день Да Здравствуйте Вот Вы Говорите Нет Я Когда Приехал Был Галлон Ну Многие Попрежали 90 Центов Был Галлон Да И Уже 30 Лет Прошло И Что Тегнологии Стали Хуже Наоборот За 30 Лет Они Ушли Вверх Поэтому Себестоимость Дома Добычи Нефти Наоборот Меньше И бензин Долагать А он Наоборот Это Понятно Сейчас Попробую Объяснить Ну да Бурением Очень Низкой Себестоимости Сейчас Так называемый Фрэкинг Разрывной Метод Бурения А это Совершенно Новая Технология Не так Давно Освоенная Применяемая Только У нас Может быть В Канаде И Себестоимость Этой Технологии Они Добывают Нефть Которую Раньше Добыть Было Невозможно Старыми Технологиями Старыми Методами Дешевыми Нефть Которая Сейчас Добывается Ее Добыть Невозможно Поэтому Придумали Создали Новую Технологию Новый Метод Добычи Нефти И К сожалению Себестоимость Этого Метода Значительно Выше Чем Добыча Той Нефти Которая Лежала На поверхности Когда Ткнул Лом Воткнул И вдруг Фонтан Нефти Забил Сейчас Немножко Все Иначе Добрый 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 Здравствуйте Здравствуйте Раз уже Зашел Разговор О вашей Беседе С Предыдущим Товарищем На предыдущей Передаче По поводу Социализма Он очень храбро Перечислял И Рузвельта Проделки И все остальные Проделки Но он Не сказал Что все Эти дела Оставили Неизгладимый След на истории Страны И что мы Он сказал Долго нужно идти Чтобы разрушить Страну Да Уже очень долго Иду для того Чтобы разрушить Страну И сейчас Это особо Серьезная Ситуация Так что Меня удивляет Он очень толковый Человек И он так Легкомысленно Обо всем Этом говорил Ведь Это все Путь к разрушению Страны Разве Рузвельт Не начал путь Построение Социализма А потом Джонсон И же с ними Да Да Спасибо большое Поэтому Толя вы абсолютно Правы Он просто Я не знаю Не понимает Что ли Что все это И были Этапы разрушения Страны Конечно Эту великую страну Не так просто Разрушить Да Но зачем Ничего нет Вечного Под луной Да Зачем Давайте Возможность Пытаться Это сделать Спасибо большое Конечно И сейчас Сейчас очень Тяжелая ситуация Во всех Направлениях Конечно Большая опасность Очень большая И только Если Трамп Еще останется Не знаю Сможет ли он Спасти Но затормозить Я думаю Что он сможет Спасибо большое Последнее время Тут в соцсетях Обсуждается тема Как должен поступить Трамп И правильно ли делают Что на местах Каждый штат Для себя решает Какой режим Ограничений ввести Одни предлагают Чтобы Вернее выступают За то Что федеральное Правительство Должно объявить Строгий Строгий Карантин Как это называется Даже не знаю Это называется Чрезвычайная ситуация Типа маршал ло Одни предлагают Ввести А другие Говорят Что Ну как бы Это не совсем так Потому что Одно дело Ситуация Скажем В Нью-Йорке Катастрофическая По сути дела А другое дело Там в каких-то Штатах Других Где Буквально Несколько человек Заболевших И Как бы Говорят Что Ну в общем Соблюдается Принцип Федеральный Принцип Федерализации То есть Каждый штат Решает для себя Какие меры Им Принимать В отношении Карантина Ты как думаешь Я думаю так Те которые Считали В свое время Что Федерализация Превыше всего Они сегодня Об этом Очень жалеют Почему Смотри Посмотри на Техас Посмотри На Луизиану Луизиана В свое время Вообще Не имела Никаких Случаев Вдруг И Техас Тоже Вдруг Луизиана Для тех Кто не знает Географического Положения Это два Соприкасающихся Штата Луизиана Имеет общую Границу С Техасом На Востоке Так вот Как только В Луизиане Началось Сумасшедшее Поднятие Проблем Или Случаев Заболевания Тут же Как сообщающиеся Сосуды Это же тут же Произошло В Техасе Поэтому Я Честно Действительно Вот Вместо Знаешь как Кошке Нужно рубить Хвост Один раз Прошу прощения За такую За такое сравнение Я знаю что у нас Кошатник Но То есть Невозможно Там заплатка Там заплатка Там бандейт А в общем Получается Оно одно Другого Как говорится Истребляет Поэтому Нужно делать Сразу Вот один колпак Одели На месяц Бам И все И вот после этого Смотрите на вашу дейту А что у нас получается Сначала у нас Не было Тестеров Мы не знали Количество Заболевших Потом Мы попытались Как-то Какие-то Штаты Оградить Ильиной Оградился И Индиана Не оградилась У нас тут Чертова туча Этих случаев Особенно Ку-Каунти Которая Граничит На юге С Индианой Но Индиан Это не закрыто И мы себе Спокойно Катаемся Кто-то Работает в Индиане Кто-то Понимаешь Я только хотел По поводу Луизиана Я надеюсь Что ты знаешь Что это Трампа вина А ну Конечно Сто процентов Потому что Трамп Не сказал Во-первых Губернатору Луизиану Во-вторых Не сказал Мэру Нью-Орлеана Что Мордигра Проводить нельзя А самих Башкани Не фурыжит У них не для этого Голова Они демократы Ну да И вот Потому что Трамп Не приказал им И не сказал Не подсказал Что это может Хреново кончиться Парад Который вы там Устроили Во время Пир Во время Чимы Причем Середина февраля Когда это все Только-только Зарождалось Причем Мэр Нью-Орлеана Выступала По телевидению И прямо Сказала Что это Трампа Вина Потому что Он мне Не сказал Чтобы я Отменила Этот парад Да Вот Точно Тоже Как это Вина Компании По производству Сигарет Которые Не предупредили Что это Вредно Для здоровья Давай Может еще Спин Добрый день Вы в эфире Это я В эфире Это вы В эфире Говорите Пожалуйста Александр Из Нью-Йорка Здравствуйте Саша Здравствуйте Толя И Сергей Очень рад Вас видеть Спасибо Значит Я готовил Длинную речь Но тут много Чего произошло Значит По поводу Нефти Я бы не очень Переживал За нефтяную Индустрию Потому что Себестоимость Как Break Even Price По нефти Была Скажем В районе 40 долларов Да И когда Эти все Нефтяные Компании Продавали Нефть за 120 Они Что-то Не очень За нас Переживали Так что Я думаю Что у них Подушка Достаточная Да Теперь Это всего Меньше 10% От нашей Экономики И если Им Трамп То что Он делает Снизит Регуляшн То я думаю Что они Выживут Они найдут Новые Технологии Я делал Немножко Ресерч И если Я правильно Понимаю В следующем Году Производство Нефти В России Упадет И кто-то Выйдет С этого Рынка Скважины Которые Сейчас Ниже Себестоимости Законсервируются А в правильное Время Они Расконсервируются Для этого Не надо Забывать Что мы Все-таки Практически Больше Потребитель Чем Продавец Нефти Ну да Поэтому Я думаю Что в принципе Для экономики Это совсем Неплохо С нефти Закончил Теперь Я из Нью-Йорка И я продолжаю Ездить на работу Потому что Без меня Сан-Бэя Остановится Ну да И не будут Попадать люди В госпиталя И Вы понимаете Все Эфер-Франсбандеры Ну вот Конечно Очень Странно Видеть Город пустой И Я понимаю Эту ситуацию Таким образом Тестов Недостаточно И Когда Тестов Станет Достаточно Ситуация Резко Поменяется Потому что Сейчас Вот Происходит Вокруг Меня Я вижу Люди Как их Становится Меньше Допустим Если я Сегодня Скажу Что у меня Есть Симптомы Этой болезни Возможно Если я Их назову Правильные Симптомы Мне сделают Тест Но люди С которыми Я каждый День Общаюсь На них Тестов Не хватает Подождите Секундочку Чтобы Мне кто-то Стучит Я на РОМБД Мы Сожли Мы должны Прерваться Да Мы уже Перебрали Время Немножко Спасибо Огромное Всем Спасибо Алекса Нью-Йорка Все Которые Позвонили Субтитры Продолжение следует...